Итак, уважаемые друзья, мы с вами переходим ко второму этапу ретуши нашей фотографии. И сейчас мы с вами познакомимся с таким понятием, как частотное разложение. Данный метод ретуши получил широкое распространение среди профессиональных ретушеров, потому что с его помощью можно добиваться очень качественных результатов и разглаживать кожу, не затрагивая ее текстуру, то есть не замыливая ее. И сейчас в этом видео уроке мы с вами разберемся, как можно разложить нашу фотографию на частоты. Итак, давайте начнем. Первое, что нам с вами необходимо сделать, это объединить все слои, которые мы с вами создали на предыдущем этапе, в один новый слой. Для этого нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E, и у нас появляется один новый слой. Далее мы с вами дублируем его. Сделать это можно, либо щелкнув по нему правой клавишей, выбрать пункт «Создать дубликат слоя», либо просто нажав быструю комбинацию Ctrl-J на клавиатуре. Теперь пока что верхнюю копию мы с вами отключим, щелкнем по глазику и перейдем на нижнюю. Далее идем в пункт «Фильтер», выбираем «Размытие по гауссу» и размываем данный слой так, чтобы кожа на всем теле у нас стала более-менее ровной. В данном случае подойдет радиус где-нибудь 30 пикселей, я думаю. Ну, примерно так. Не переживайте, что изображение у нас сейчас стало нечетким. Далее мы с вами все исправим. Сейчас нажимаем клавишу «Ок» и включаем наш второй слой. Щелкаем сюда. Теперь идем в пункт «Изображение», «Внешний канал». И в открывшемся окошечке мы с вами выбираем слой «Слой 3», то есть тот, который мы размыли на предыдущем шаге. Поставим галочку напротив инверсии. Режим наложения у нас будет стоять «Добавление», «Масштаб 2», «Сдвиг 1». В результате фотография должна выглядеть вот таким вот образом, как у меня. Нажимаем в этом окошечке клавишу «Ок» и ставим режим наложения для этого слоя на линейный свет. И, как видите, наша фотография возвращается к исходному состоянию. Теперь объединим эти два слоя в отдельную группу, выбираем их оба, нажимаем комбинацию «Контрол-Г» на клавиатуре. И если мы с вами выключим эту группу, то увидим, что у нас ничего не меняется. То есть мы с вами разбили нашу фотографию на частоты. На верхнем слое у нас с вами находится текстура кожи, как вы видите. А на нижнем слое у нас находится тон. И теперь мы можем редактировать эти два слоя отдельно друг от друга, что очень и очень удобно. Следующим шагом нам с вами необходимо еще больше разгладить кожу, так как в некоторых участках она выглядит все равно неровной. Мы сейчас будем вручную эти участки выделять и дополнительно их разглаживать. Давайте выберем инструмент «Лассо». Он у нас находится вот здесь вот. Растушевку поставим для него 50 пикселей, поставим галочку сглаживания. И с его помощью начинаем выделять те области, которые нуждаются в дополнительном размытии. Как видите, это у меня участок на лбу. Здесь вот есть такой вот не очень красивый переход между оттенками. Нам необходимо этот участок выровнять. Выделяем эту область и переходим в пункт «Фильтр», выбираем «Размытие по гауссу». И размываем данную область еще примерно на 30 пикселей. Нажимаем «Ок». То же самое делаем дальше. На щеке. Размываем дополнительно эту область. Можно даже взять в данном случае радиус побольше, если это необходимо. Вы можете сразу же следить за результатом, который у вас получается, просто выключая видимость группы. То есть «До» и «После». Давайте дополнительно еще размоем эту область. Вот теперь гораздо лучше. Также размываем вот здесь вот щеку. Делаем ее более ровной. Нажимаем «Ок». Нажимаем «Ок». Участок около глаза. Также нажимаем «Ок». Приблизим немножечко изображение. И размываем участок на носу. Вот таким вот образом выделяем здесь. И размываем также по гауссу. Здесь можно поставить радиус поменьше, чтобы у нас не потерялся светотеневой рисунок. Нажимаем «Ок». Спускаемся ниже. Теперь проработаем область на подбородке и около губ. Также нажимаем «Ок». Теперь здесь. Размываем и нажимаем «Ок». Также нам с вами необходимо проработать и шею модели. Выделяем также области здесь. Размываем. В данном случае можно использовать радиус побольше, так как мы выделили довольно большую область. То же самое делаем на плече. Также размываем, чтобы сделать переходы между оттенками более мягкими. И также давайте этот участок дополнительно размоем. И также здесь. Нажимаем «Ок». Нажимаем «Ок». Ну и последний участок у нас будет на руке. Выделяем и размываем. Нажимаем «Ок». Давайте теперь посмотрим во весь экран, что у нас получилось. Я выключу пока что эту группу. Мы смотрим, что у нас было до и что стало после. Как видите, переходы между оттенками у нас стали гораздо более мягкими. И фотография смотрится уже гораздо лучше. До и после. Ну и теперь мы с вами готовы переходить к следующему этапу, где еще больше разгладим кожу, используя технику Dodge & Burn. Может быть, минута перед пройдет. clubs Hand. Не routes. Альп. Т. Альп. Есть. Уком. 此. Такym. Махать. Альп.